А сегодня днём президент говорил с представителями местных властей. Участвовали также премьер и генпрокурор. Едва ли не главные темы, разрушительные последствия блокады на Донбассе и отсрочка транша МВФ. Решали, кто виноват и что делать. Ответы на эти и другие вопросы слышала Анна Каменева. Домокла в меч для Украины. Блокада Донбасса длится два месяца и уже нанесла удар по энергетике, промышленности, металлургии. Пострадает вся экономика, говорит президент. По подсчётам Минфина, темпы роста ВВП могут опять замедлиться. Кроме того, есть и политические риски. Организаторы блокады дурили общество. Потому что это была не блокада Ордо-Орло. Какая блокада, когда там дырка в кордоне, в том числе с Российской Федерацией, сотни километров. На самом деле, все это выявилось спецоперацией, направленной на то, чтобы выштовкнуть оккупованные районы с украинского Донбасса в Российскую Федерацию. Внаслідок блокады Украина втратила остальную сферу вплива на эти территории. Блокада, которая произошла, это блокада была не в интересах Украины. Это блокада была в интересах России. Это блокада против украинцев и против нашей страны. Это блокада, которая причинит поддержку нашего экономического возрастания. И безопережно, есть люди, которые несут за это персональную ответственность. Впрочем, фамилии премьер не указал, зато назвал глава государства, говоря о влиянии блокады на решение МВФ, отсрочить вопрос о предоставлении Украине миллиардного транша. Причиной от терминования стали наследки блокады. Сегодняшний мой день начался с нарады с этого вопроса. И один из ее участников, кстати, запропонировал отрядить до Вашингтона в качестве спецпредставника Андрея Ивановича вместе с Семенченко, Юлию Володимировну вместе с Парасюком. Если самопомощь организовала и патронировала блокаду, то бы выправляла наследки этой диверсии. Конечно, пропозиция была жартом, нам не до жартов. Сам мэр Львова своей вины не чувствует и даже готов отправиться на переговоры в Вашингтон. Если будет такое запрошение, почему нет? А вот отдельных участников блокады надо привлечь к ответственности. Есть за что, говорит президент. Добре понимаю позицию руководителя национальной полиции Князева, который наполягает на том, чтобы притягнуть к ответственности народного депутата, который использовал насильство, погрозы и хамство для полицейских. Речь напомню о конфликте нардепа Парасюка и правоохранителей на блокпосту в Славянске. Произошло это 14 марта. Генпрокурор заявил, следствие передали в ГПУ. В отношении Парасюка, по словам Луценко, открыты уже два уголовных дела. Кроме конфликта с правоохранителями, прокуратура расследует и нападение на журналистов. Анна Каменева, Геннадий Аникеенко, подробности телеканал Интер.